Ковид навсегда изменил медицинскую картину мира, ответственно заявляют специалисты. Его отголоски до сих пор звучат и выявляются в виде осложнений на различные органы. Санаторно-курортное лечение – лучший способ для их выявления и предотвращения. Наша страна располагает для этого всем необходимым. Россия – самое богатое государство на природные лечебные факторы. И практически в любом регионе Российской Федерации есть санаторно-курортные организации. И точно совершенно есть природные лечебные факторы, которые крайне полезны для здоровья. Большая концентрация памятников культурного наследия и уникальные природные ресурсы в нашем округе благоприятствуют привлечению туристов. Испокон веков эту часть Подмосковья называли легкими столицами. Здесь находятся 25 учреждений, которые оказывают услуги специализированных средств размещения санаторий в пансионатах, реабилитационных центрах. Большинство из них находится в ведомстве управделами президента Российской Федерации, управделами мэрии и правительства Москвы. Чтобы отрасль медицинского туризма развивалась и была на высшем уровне, необходимо проделать немалую работу. Разные представители этой сферы поделились на конференции своими наработками. Для того, чтобы все это интегрировать в какую-то платформу, необходимо, конечно, мнение специалистов, прежде всего, которые работают в этом направлении. Я имею в виду в санаторно-курортном комплексе Российской Федерации. Палитра этих специалистов очень широкая. От сервиса до врачей, среднего медицинского персонала, менеджеров и так далее. Возможности и эффективное управление в санаторно-курортной области, каналы привлечения клиентов, улучшения сервиса и работа в кризисных условиях. Спикеры раскрывали самые сложные и актуальные проблемы. В наше непростое время это становится очень актуальным. Поэтому сегодняшняя конференция дает нам старт для большой дальнейшей работы с нашими санаториями. И это позволит еще больше увеличить и туристический потенциал нашего округа. А двери наших здравниц и музеев, исторических и религиозных объектов открыты и ждут в гости туристов из разных уголков страны. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».